Добрый день, уважаемые участники. Мы рады приветствовать вас на нашем онлайн-мероприятии Oli Secret Exchange. Меня зовут Антон Игнатов, я являюсь продакт-менеджером компании Oli Дистрибуции по продуктам виртуализации. И сегодня я хотел бы рассказать вам о решении, посвященном системе мониторинга, позволяющему оперативно решать проблемы, возникающие у пользователей при их удаленном подключении к своим рабочим столам, тем самым повышая эффективность работы сотрудников техподдержки за счет оперативного установления и решения проблем. После блока наших презентаций, которые продлится с 10 до часу, мы будем проводить викторину, приглашаем принять участие в ней и внимательно смотреть и слушать наши презентации, так как в них скрытся ответы на вопросы викторины. И чем внимательнее вы слушаете, тем больше ваши шансы выйдут в главный плиз. Ну что, дорогие участники, начнем? Так, уважаемые участники, начнем нашу презентацию о решении по системе мониторинга. На сегодняшний день многие компании перевели своих сотрудников на удаленную работу и возросло число обращений в службу техподдержки касательно невозможности запуска своего рабочего стола или запуска каких-то отдельно взятых приложений. В связи с этим, сотрудники техподдержки перегружены, время на ответ увеличивается и пользователи вынуждены ждать от нескольких часов до нескольких дней, прежде чем их проблема разрешится и они смогут подключиться к своему рабочему столу и продолжить работу. И сегодня как раз мы хотели поговорить о таком решении, которое позволит определить оперативно, где проблема, с чем она связана и ее решить. Тем самым, снизив время ожидания пользователя и предоставив сотрудникам техподдержки инструмент, позволяющий сэкономить и время, и трудоресурсам. Говоря об увеличении числа обращений в службы техподдержки, мы сразу можем обозначить круг задач, который стал актуальным для решения для IT-департаментов разных компаний. С одной стороны, это оперативное установление и разрешение проблем, с которыми пользователи обращаются, службы техподдержки, с другой стороны, это избежать возникновения подобных проблем у других пользователей, дабы повторно не тратить трудоресурсы службы техподдержки и тем самым снизить нагрузку за счет сокращения числа подобных обращений и высвободить трудоресурсы для разрешения других задач, которые появились и как следствие того, что периметр организации немножко расширился. То есть, сотрудники вышли за рамки офиса и стали работать на дому или подключаются к своим рабочим столам за пределами офиса. И тут мы хотели бы рассказать о решении от компании Control Lab, израильский вендор, который предлагает систему многоуровневого мониторинга. Суть решения сводится к следующему. В компании разворачивается система мониторинга и управления IT-инфраструктурой, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние ресурсов, влияющих на работу пользовательского окружения. Таким образом, пользователь, столкнувшись с невозможностью запуска своего рабочего стола или запуска удаленного приложения, обращается в службу техподдержки, где сотрудник открывает консоль Control Lab и благодаря настроенному представлению может сразу увидеть, какой из параметров мог послужить причиной возникшего у пользователя проблемы, чтобы ее оперативно устранить. Далее производятся и применяются необходимые настройки к системе, которые позволят в последующем в автоматическом режиме разрешать подобные роды инциденты без участия сотрудника техподдержки. Тем самым, снижая время ожидания пользователя для разрешения его проблемы, с одной стороны, с другой стороны, высвобождая трудо-ресурсы техподдержки, необходимые для разрешения других задач. Ну и к преимуществам данного решения можно отнести возможность мониторинга в режиме реального времени, то есть данные обновляются каждые три секунды, возможность персонализации, представления состояния инфраструктуры, то есть в зависимости от того, сотрудник какого департамента использует решение контрлаб, можно настроить представление под его нужды, чтобы он мог оперативно получить необходимую ему информацию. Также есть богатая база скриптов, отвечающая за автоматизацию действий системы, то есть администраторам не нужно начинать работу с нуля, они могут взять скрипты, которым делится в сообществе контрлаб, позаимствовать ее и на их основе написать какие-то свои специализированные, либо просто интегрировать их в свою систему мониторинга. При этом остается возможность написания своих собственных скриптов, основным языком для написания является PowerShell, которые будут учитывать специфику инфраструктуры данной компании и инфраструктуры. И из озвученных преимуществ вытекает еще одно, это возможность системы мониторинга управления этой инфраструктурой контрлаб решать проблемы до их наступления. То есть система, основываясь на анализе полученных данных, написанных в скриптах и созданных триггерах, которыми расставили администраторы, система может обнаруживать в инфраструктуре уязвимые места и, применяя алгоритмы, разрешать проблемы и исключать возможность возникновения проблем еще до их наступления. Уважаемые участники, вот мы и посмотрели небольшую презентацию, посвященную решению по мониторингу от вендоров контрлаб. А теперь мы предлагаем вам ознакомиться с небольшим лайв-демо, записанным в виде ролика и подготовленным нашим техническим специалистом Вадимом Доброжаном, в котором будет рассказано и показано, как действует решение, как оно выглядит, как может помочь администраторам и насколько быстро оно решает проблемы пользователю по его доступу к удаленному рабочему столу. Ну что, дорогие участники, внимание, просмотр! Знакомьтесь, это Антон. По ряду причин он вынужден работать из дому. У него есть домашний компьютер, с которого он и будет подключаться к своему удаленному рабочему месту. Антон, как обычно, подключается к своему удаленному рабочему месту, но что-то идет не по плану у Антона. Он не может подключиться к своему рабочему месту и начать работать. И Антон решает написать в техподдержку, чтобы ему помогли починить его удаленное рабочее место. А теперь перейдем к рабочему столу техподдержки. Техподдержка для помощи Антону будет использовать продукт от компании Control Lab. Control Lab – это реалтаймовая система мониторинга, которая каждые 3 секунды обновляет информацию о текущем состоянии инфраструктуры. Control Lab прекрасно интегрируется с такими системами, как VMware, Citrix, Nutanix и Windows. Отличительной чертой Control Lab является тот факт, что он покажет вам куда больше информации, чем встроенные системы мониторинга вышеупомянутых систем. Ну что ж, а теперь давайте поможем Антону начать работать. Мы переходим в Control Lab, выбираем ветку, отвечающую за Citrix, фокусируемся на брокере и применяем к Delivery Controller скрипт, который покажет нам все неудавшиеся коннекты. В Control Lab присутствует встроенный поиск, в котором всего лишь по нескольким первым буквам мы можем найти необходимые для нас скрипты, либо действия, которые мы хотим произвести с удаленной машиной, либо пользователем. Мы выбираем примерное количество дней, за которые нужно проверить ошибки подключения, и скрипт Control Lab всего лишь за несколько секунд выдаст нам всю нужную для нас информацию. И вот, пожалуйста, Control Lab показывает нам все проблемы с подключениями в данной группе. В данной ситуации мы видим, что удаленная машина Антона находится в мейнтеренс моде, и поэтому он не может к ней подключиться. Но не беда, Control Lab поможет справиться и с этим. Для того, чтобы исправить данную ситуацию с машиной Антона, мы перейдем в группу, к которой относится удаленная машина Антона. Все, что нужно сделать технической поддержки, это просто щелкнуть правой кнопкой мыши по машине Антона и выбрать специальный пункт меню, который отвечает за отключение мейнтеренс мода. Данное действие можно применить как к одной машине, так и к огромному пулу машин. Вот мы видим, что действие завершилось, оно завершилось успешно, и мы можем проверить, доступно ли удаленное подключение к данной машине. Для этого мы щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем RDP эту машину. Вот удаленная рабочая машина спрашивает у нас логин, пароль, чтобы подключиться, и вуаля, мы подключились, все готово, все прекрасно работает. Мы можем сообщить Антону о том, что доступ к его удаленной машине снова открыт, и он может начинать работать. Мы возвращаемся к Антону, Антон открывает свой удаленный рабочий стол, и, пожалуйста, Антон может снова продолжать работать. Уважаемые участники, вот и закончилась наша небольшая презентация. Мы посмотрели лайк-демо, посвященную решению компании Control Lab по системе мониторинга и управления этой инфраструктурой. Надеюсь, было интересно, вы узнали что-то новое, смогли по-новому взглянуть на решение или понять, насколько оно может быть вам полезно. Напоминаю то, что после окончания блока наших презентаций в час будет проведена викторина, по результатам которой будут определены победители, состоится церемония награждения и вручены призы. Всем большое спасибо за внимание, надеюсь, скоро увидимся, воочию, а всем всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok